Джейми Раскин, демократ от Мэрилэнда, в числе многих из демократов, получивших методички, заготовленные еще до 6 января 2021 года, продолжил распространять ложь режима Байдена в программе CNN «Состояние страны», что Дональд Трамп был дисквалифицирован с занимаемой должностью, имея в виду два импичмента, оба закончившиеся оправданием Трампа и ничего не доказавший комитет Нэнси Пелоси по 6 января. Но по заявлению Раскина, поскольку большинство сенаторов проголосовали за осуждение 45-го президента по обвинению в импичменте в подстрекательстве к восстанию Капитолия США только лишь до того момента, как сама комиссия признала его невиновным. Так вот, на этом основании Трамп якобы не имеет конституционного права, опираясь на пункт 3 14-й поправки Конституции США баллотироваться в президенты. Раскин сказал, «Мы все время говорили, что раздел 3 14-й поправки представляют собой четкое и недвусмысленное заявление о том, что любой, кто принес присягу при вступлении в должность, и не только президент, но члены Конгресса и другие лица, занимающие федеральные должности, те, кто участвует в восстании или мятеже, поклявшие защищать Конституцию от врагов внешних и внутренних, никогда не смогут снова служить на федеральных должностях или должностях штата. Это добавлено после гражданской войны в качестве общего конституционного принципа. Мы должны это соблюдать». Он продолжил. Палата представителей объявила Дональду Трампу импичмент за подстрекательство к восстанию против профсоюзов, а затем 57 из 100 сенаторов определили как конституционный факт, что Дональд Трамп спровоцировал восстание. Поэтому я думаю, что у нас есть сильное двухпалатное и двухпартийное большинство, которое уже установило, что это факт. Интересно, каким образом сенаторы, которые только лишь в большинстве проголосовали за то, чтобы рассмотреть этот факт импичмента, который не привел, кстати, к положительному результату, является определением того, что Дональд Трамп все-таки был виновен в восстании. Искажение фактов. План режима Байдена состоит в том, чтобы, опираясь на пункт 3 поправки 14-й Конституции, имел отношение только к тем, кто стал на сторону Конфедерации во время гражданской войны. Демократы пытаются придянуть это за уши любой ценой за то, чтобы в некоторых штатах полностью исключить имя Трампа из бюллетеней или не учитывать данные за него голоса и не нести за это никакой ответственности.